Книга и в лето! Книга и в лето! Мы отправимся опять! Открытие летнего сезона праздником с говорящим названием «С книгой в лето» уже стало доброй традицией в Видном. В этот раз его проводят в день рождения великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. С днём рождения, Александр Сергеевич! Александр Сергеевич, дорогой! Традиционен и состав участников. Это более 200 учащихся видновских средних учебных заведений. После лёгкой разминки начинается самое интересное – квест. Ребятам необходимо пройти 13 станций на каждой своё задание. Веришь, не веришь? Нужно ответить. Я им читаю факты, они должны сказать, да или нет. Верят они в эти удивительные факты о собаках. Каждый год квест имеет определённую тему. Прошлым летом он был посвящён Году экологии. В этот раз ребятам необходимо пройти ряд заданий, связанных с темой собак. Сыграло роль то, что на территории нашего района находятся собачьи приюты. Вот под руководством Илона Броневицкой. И наши школьники отлично это знают и участвуют в благотворительных акциях. А кроме того, Год собаки по городскому. Кроме того, 2018 год в России объявлен Годом волонтёров. Махнатый друг человека является одним из символов волонтёрского движения. А потому ребятам нужно было проявить свои знания о собаках, а также вспомнить фильмы и песни с их участием. Практически для всех участников задания скорее были весёлые, чем сложные. Как выясняется, с книгами ребята очень дружны. Кто какую последнюю книгу прочёл название? Я прочитала книгу «Баранкин. Будь человеком». А кто ещё что прочитал? «В стране невыученных уроков два». А ещё книгу «Не знай-ка на луне». «Фантазёры». На городе, в солнечном городе прочитала. Итоги прохождения всех заданий рассматривает строгая жюри, в которую входят сотрудники межпоселенческой библиотеки и районного центра культуры досуга. Главным победителем стала команда «Бригантина» из Видновской прогимназии. Важная часть церемонии – награждение. Но устроено оно так, что без подарков и призов не уходит никто. Одни получают награду как самые быстрые, другие – как самые поющие, третьи – как самые смекалистые и так далее. Ведь главная цель этого мероприятия – ещё раз напомнить детям, что чтение – увлекательное и интересное занятие. Максим Козлов, Владимир Бижонов. Видное ТВ.